всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале отдельное приветствие моим новым подписчикам я благодарю вас за вашу подписку напоминаю тем кто еще не нажал на колокольчик под видео о том чтобы получать мои оповещения сделайте это пожалуйста почему потому что количество подписчиков на моем канале не так велико и иногда youtube может не предлагать вам мои новые расклады вы можете их пропускать это просто для того чтобы их не пропускали сегодня сегодня мне захотелось сделать такой знаете какой-то вот душевный расклад в двух частях почему двух частях сегодня будет первое расклад я назвала рассказ вашей души какую историю она поведает нам о себе сегодня и вторая часть наверное будет повествование тех историй которые часто вы а а именно вас мозг рассказывает вам самим либо другим о себе то есть как правило мы рассмотрим скорее всего ваше убеждение и сценарий но это будет во второй части сегодня что-то такое вот душевное легкое и что-то такое приятное идет мне этот поток такой знаете любви и сегодняшний расклад наверное будет одним из тех раскладов которые над которыми не нужно работать нужно просто покупаться в тех энергиях и состояниях которые я сегодня буду транслировать вам но для новых моих подписчиков я хочу сказать что то что я вещаю на своем канале но может намного отличаться от других тарологов почему потому что акцент больше я делаю на анализ на психологический анализ вас самих либо ситуации с помощью таро и поэтому мой канал он делает акцент больше на работу да то есть для того чтобы интегрировать в себе какую-то информацию и существует правило 3 пей то есть послушал обязательно надо это применить и только после этого к вам приходит понимание не пропускайте никакой из шагов то есть этап именно применение он очень важно то есть если вы просто послушаете информацию вам покажется что у я все поняла это будет ваша иллюзия понимание именно понимание да ну иначе его называют осознание она приходит только через практику и то что нам кажется что мы это поняли это лишь наша иллюзия почему потому что то как устроен наш мозг мы слышим и замечаем только те моменты на которых мы сфокусированы в данный момент а к нашим огромному сожалению наш мозг может держать фокус внимания только три секунды и при этом концентрироваться ну максимум максимум это очень большой максимум на трех задачах что говорится о том что если тема нашего расклада раскрас вашей души и вы держите акцент именно на том что же скажет моя душа то все остальное что не будет включаться вот в эту основу вы просто будете пропускать мимо ушей ну такова работа нашего мозга иллюзия вообще нашего мира вот она с одной стороны достаточно горькая а с другой стороны может быть когда я размышляю на эти темы она достаточно позитивная для меня в том ключе что один фиг все есть иллюзия до что заморачиваться сиди и радуйся да то есть лично меня чем больше я узнаю о том как устроен наш мир и как работает наш мозг тем больше меня это расслабляет потому что фокусируясь на всей этой информации если бы я как-то достаточно серьезно возможно к ней отнеслась то однозначно бы впала в депрессию потому что оценивая все это это достаточно прискорбно звучит вот но сегодня какое-то вот такое состояние такая подводка я не знаю почему но мне ощущается такое состояние ладно посмотрим что нам скажут сегодня карты моя любимая колода эпического таро и а таро темного света так у нас с вами будет три позиции красненький зелененький и голубенький вперед подвину чтобы не отсвечивала вот так на таком расстоянии видно видно да а так что не освечила значит первая позиция вторая и третья красненькие голубенькие зелененькие голубенькие прошу прощения красный зеленый голубой 1 2 3 позиция выбирайте и мы с вами посмотрим что же нам хочет рассказать сегодня наша душа отодвигаем и так позиция номер один красный камешек какую историю нам поведает душа сегодня речь здесь пойдет о каких-то конфликтах о каких-то сорок которые привели именно состоянии некого такого выбора но выбор вами это делать было либо вы встанете до перед ним либо уже пристали перед этим выбором нелегко причина заключается в том что нету пока еще понимание да не все пазлы сложены и внутри где-то есть такое ощущение что надо как-то двинуться дальше надо что-то сделать надо что-то предпринять но вот позиции двойки жезлов она говорит о том что вроде бы и силы есть вроде бы и возможности есть но вот принятия решения еще нету нету почему потому что хочется принять решение достаточно такое зрелое возможно долгое время вы ходили как-то вот по кругу до где было у вас такое желание что-то получить до некая такая одержимости до захотелось вот какой-то вот бунтарство здесь до пробуждение чего-то такого знаете вот некого такого сопротивления ощущение того что либо вы подавляли себя долгое время либо молчали просто долгое время но вот нашла коса на камень и вот произошел вот этот вот конфликт произошел вот здесь произошло какое-то столкновение и надо принять решение но принять его достаточно сложно потому что я не понимаю что меня ожидает впереди я не знаю к чему приведет мое решение и здесь нету страха ошибиться а здесь есть просто непонимание а куда а нужно ли мне вообще куда-то двигаться да то есть какие варианты существует конфликт здесь был связан именно с какой-то тайной да с какой-то информацией возможно может быть ситуации да когда вы ее не видели здесь возможно у вас было одно представление либо человеке либо ситуации по факту либо ощущение того что вам кто-то что-то не договаривал то есть у вас не было четкости да вот о том понимании о котором мы говорим а его у вас не было она была только с вашей стороны здесь было может быть догадки может быть какие-то вот предположения мечты и фантазии то есть здесь было очень много иллюзорности и при этом было очень много тишины то есть были вещи скрытые оба от вас здесь были страхи были страхи и знаете такое ощущение что душа вам говорит некой такой ситуации когда вы предполагали какой-то вот знаете негативный исход но как будто бы осознанно закрывали глаза на это то есть знаете когда есть некие подозрения либо человеке либо ситуации либо вообще о чем-то да то есть вот интуитивно вам говорит голосок да что что-то тут не то но нету всех пазлов и вот вы стараетесь как-то проанализировать может быть из того что вы имеете но не хватало пазлов чтобы увидеть полностью эту картинку и здесь было очень много скорби когда было ощущение того что вы и страха да от того что знаете вот здесь вот идет такое вот интуитивное да а что я понимаю я понимаю что вот не надо было мне так поступать не надо было мне туда идти допустим не надо было мне связываться с каким-то человеком да то есть вы это все видели но было что-то намного большее того что а как будто бы вот не то чтобы вас вели а вот внутренние какая-то такая тяга сделать то есть вы понимали допустим что где-то что-то нарушали но вот не то чтобы это одержимость а это вот какое-то состояние которое говорит о том что я это сделаю да то есть вот я наступлю себе на горло вот на на свой вот это вот состояние ощущение вот это да какая-то некая тревога волнение но я все равно это сделаю и в конечном итоге получилось так что как будто бы вы получили подтверждение своих вот этих вот вот этого состояния своей интуиции когда вы ее не послушали и сейчас у вас ситуация такова что вы встали перед выбором перед выбором как пойти дальше знаете ощущение того что не просто вы хотите как-то обнулиться либо начать что то здесь у меня идет энергия того что мне уже все равно да то есть такое вот ощущение когда душа говорит а мне уже все равно да дело уже блин что хочешь да хочешь входить уходи да то есть если допустим речь идет про отношения и я хочу расстаться уже ничего не важно уже ничего не имеет смысла почему здесь вот идет энергия того что вот какая-то утрата чего-то такого важного и значимого но не в контексте человека допустим да вот расставание вам не сам человек был важен а то что вас связывало с этим человеком возможно то что вы вкладывали в этого человека здесь какая-то ценность была для вас очень важная и вы ее а потеряли здесь была именно утрата этой ценности и вы предполагали вы знали что так и будет то есть вы это ощущали и теперь вот это вот ощущение знаете да мне все равно да то есть такое вот энергия идет считывается да как будто бы не то что мне море по колено а мне все настолько знаете вот как будто бы достала мне все настолько безразлично уже не как будто бы я не вижу смысла ни в чем поэтому вот это новое ну если надо так я пойду да то есть но пойду не потому что внутри меня что-то созрело а просто потому что по инерции до куда меня выведет туда меня выведет то здесь нет какого-то плана здесь нет каких-то какого-то четкого направления до вектора здесь Здесь просто есть действительно обнуление, когда произошла какая-то утрата чего-то значимого для вас. И вот вы двигаетесь вперед. Двигаетесь вперед, но при этом все ваши мысли, они сфокусированы, сконцентрированы на той утрате. И на самом деле, вот здесь вот я еще раз повторюсь и скажу, что здесь было что-то такое очень важное для вас. Именно для вас. Что-то такое, знаете, ну вот, когда, пример приведу, когда ребенок взрослеет и в какой-то момент мы ощущаем, что время проходит, да. Ты уже никогда не будешь ребенком, у тебя уже не будет вот никогда вот этих вот моментов некой такой беззаботности, да, когда тебя ведут, когда что-то делают за тебя. Ты теряешь вот эту вот невинность. Вот здесь вот что-то такое похожее, да, что вы утратили, и то, что было тогда, уже не будет. Повторюсь еще раз, если речь идет об отношениях. Я не говорю о том, что вы считаете, что уже никогда не сможете заново там создать семью, либо встретить человека. Нет, здесь не про это. Но то, что связывало вас в той ситуации, да, либо тот человек, либо в той ситуации, так уже не будет. Это очень похоже на то, когда человек действительно находит, ну, условно говоря, любовь и теряется, и ты понимаешь, что, ну, действительно любишь раз в жизни. Да, будут новые эмоции, будут новые переживания, но то, как тогда, уже не будет. И вот именно вот это вот состояние, да, вы сфокусированы на нем. Здесь еще может быть такое, знаете, ощущение, как я, да, как я позволил себя, допустим, развести. Либо как случилось такое, что меня обманули. То есть вот здесь вот такие вот мысли проходят, да, о том, что не может этого быть, не может со мной такое случиться, да. Допустим, если даже потеряли какую-то сумму денег, да, какой-то вот обман был, утрата, допустим, финансовая, вам кажется это настолько странным. И даже если вы понимаете о том, что где-то, возможно, накосячили, к вам прилетел бумеранг, а это была ваша плата, то все равно, помимо вот этих знаний и пониманий, все равно есть вот это ощущение, что, ну, это нереально. Это настолько глупо, да, допустим, с моей стороны, настолько опрометчиво, что, ну, такого не может быть. И вот ощущение того, что вы не можете себе простить, не то, что здесь кому-то что-то, а именно себе простить. Вот об этой истории здесь идет речь. Что еще нам говорят здесь карты? Какая история, какую историю нам хочет поведать душа? О том, что вот сейчас вы как раз-таки находитесь в моменте некой такой умиротворенности, да, в таком неком спокойствии. Ну, я бы сказала, здесь идет, знаете, как будто бы вот какое-то шоковое состояние, когда, ну, вот замерли и ничего не происходит. Здесь не про гармонию, здесь не совсем про баланс, а здесь вот именно про это состояние, что я не знаю, я не знаю, как мне дальше действовать, я не знаю, как мне быть, да. И здесь ощущение того, что вот спали какие-то маски, и вам показали вашу иллюзорность. И вот душа вам говорит о том, что так должно было случиться, потому что много напридуманного было в твоей жизни, много обмана, много самообмана. И вот эта вот ситуация, она может быть напрямую как-то не имеет отношения, знаете, вот к вам в контексте, как бы так сказать, не то, что это не вас ранили, а вот как будто бы, знаете, это намного масштабнее урок, да, вашей иллюзорности. А ситуация, она по сравнению с уроком, она маленькая, вот то, что с вами произошло. И здесь ощущение того, что вас учили, что вот смотри, вот в этой маленькой ситуации, да, насколько это тебя ранило. А если бы мы тебе показали, что вся твоя жизнь, которую ты прожила, либо прожил до этого момента, она основана вот на этой иллюзии, на этом обмане. Насколько бы тебе было тогда больно? Насколько бы вот это вот ощущение скорби, вот тщетности того, что я все делала, здесь какая-то вот такая ситуация, когда человек пересматривает всю свою жизнь и ему становится, знаете, вот здесь какая-то скорбь и боль от того, что, боже, как я так мог, либо могла раньше жить. То есть здесь и боль очень сильная, и вот эта вот горечь от того, что время потрачено, столько сил. И тут все это ушло. И казалось бы, с одной стороны, это позитивно, потому что сейчас у вас есть время, вы еще успеваете все увидеть, построить заново уже, ну, на новых основах, на новых ценностях. Но с другой стороны, вот это вот ощущение тщетности, потерянности времени, потери, потери времени, потери ресурсов, того, что вы вкладывали, от этого вам становится больно. Да, то есть это действительно физически ощущается эта боль, так как энергетически у вас произошла какая-то чистка, какой-то пласт был снят. И вот здесь вот иллюзия, да, по Луне, второй эпической, в эпическом Таро нам говорит о том, что то, как ты смотришь в зеркало, это твоя иллюзия, и ты не замечаешь реальный мир, который находится за ней. То есть это твоя проекция, ты смотришь на мир через свои собственные внутренние проекции и замечаешь только то, что ты хочешь. Ты не видишь то, как обстоят дела на самом деле, ты живешь в чем-то придуманном, в том, что тебе будет хорошо, в том, что тебе будет комфортно, но это не есть настоящее. И вот здесь ощущение как раз-таки осознание, да, потому что мы говорили по выбору, осознание того, что а как теперь, то есть а как мне жить, да, то есть я все потерял, как теперь, как вообще можно дальше двигаться. И здесь приходит и наступает смерть, прям три великих аркана, да, приходит смерть, которая говорит о том, что этот процесс изменений, он либо уже идет долгое время, ну, то есть не год, не два, либо он будет идти достаточно долго, потому что все начинается с малого, и вот эта вот ситуация, как я говорила уже в контексте масштабности, она может быть маленькая, но вы должны изменить очень многое в своем понимании, да, в том, как вы смотрите на мир, как вы взаимодействуете с миром. И именно вот эти вот ваши убеждения, конструкции, да, которые вы выстраивали в голове, вот здесь вот все должно отмереть, и в конечном итоге вы должны прийти, блин, четвертый великий аркан, вы должны прийти именно к пониманию, что для вас, что для вас правильно, что вообще есть для вас, такие, знаете, глубокие философские мысли о том, а что вообще есть для вас жизнь, что для вас есть этот мир, да, когда вот именно через вот эту скорбь, которую вы проживаете, да, либо прожили, когда вы осознали, что тщетность бытия, да, вот это вот состояние, когда, да, блин, ничего не имеет смысла, да, смысл только мы вкладываем, когда что-то делаем, когда для нас что-то становится ценное, по факту ничего нету, да, ничего для вас ценного не может быть, ценность придаете вы, и вот когда вот это вот новое мировоззрение у вас должно будет родиться. Мировоззрение здесь, оно начнется меняться с профессиональной вашей сферы, когда вы поймете, да, что зачем, если, допустим, работаем на наемной работе, да, а для чего я вообще встаю, да, для чего я вообще хожу на эту работу, то есть здесь такое понимание, что, знаете, какая-то некое такое рабство, то есть трудитесь, трудитесь, получаете за свое рабство, да, зарплату, зарплата, плата за рабство, а смысл, то есть ради чего, ради чего я получаю, что я могу сделать на эти деньги, как я радуюсь, то есть здесь вот ощущение того, что вы иногда чрезмерный трудоголик, погружаетесь в работу, и при этом не отдыхаете столько, сколько нужно, и не пополняете свои резервы, сложно выйти вот из состояния, когда входите в тупик и не можете найти никакого решения, и вы еще больше думаете, что нужно еще поработать, еще поработать, чтобы как-то вот найти какое-то решение, а это замкнутый круг, здесь нужно наоборот отстраниться от чего-то, да, отойти в сторонку, передохнуть и со свежими, как говорится, мозгами увидеть по-новому решение этой задачи, то есть у вас поменяется мировоззрение, то есть вы какое-то время отойдете от того, во что вы верили, здесь очень глубокие перемены пойдут, может быть даже касательно вашей веры, то, во что вы верили, то, во что вы были убеждены, здесь душа говорит о ваших глобальных масштабах, масштабных каких-то уроков, да, постоянно пересматривать ситуацию, что же отмирает, отмирает здесь понимание стабильности, что есть стабильность, да, что есть фундамент для вас, заработок, вот здесь вот материальный, отмирает понятие материального мира как такового, да, каких-то рамок, каких-то ограничений, то есть вы здесь действительно пересмотрите здесь очень, вот прям, знаете, одновременно у меня идет ощущение того, что вот через кажется какая-то маленькая ситуация, я может быть повторяюсь, но я хочу, чтобы вы прочувствовали то, что я говорю, а не слушали головой, именно прочувствовали, что вот эта вот маленькая ситуация, которая вас зацепила, именно зацепила очень больно, и вам кажется, я не понимаю за что, да, в контексте большого такого урока, да, масштабного, это было, как знаете, миниатюра того, что вот посмотри через призму вот этого вот маленького, ты должна измениться, чтобы твое большое тоже изменилось, то есть вы здесь вот такие понятия, то есть вам нужно пересмотреть то, как вы, то, во что вы верите, да, я не говорю про религию, а я говорю о том, что кому вы доверяете, кого вы прислушиваетесь, какого кумира вы себе создаете, кого вы уважаете, за что вы уважаете этого человека, да, если вы кому-то доверяете, за что вы ему доверяете, то есть здесь такой, знаете, вот процесс какого-то взросления, очень глубокого идет, да, именно пересмотра, ну, то есть, допустим, раньше я слушала этого человека, я ему доверяла, но это было слепое какое-то доверие, да, то есть это не были перепроверенные факты, которые могли бы подтвердиться просто из-за, допустим, если смотрим, я не знаю, какого-нибудь мастера, да, из-за того, что у него есть какие-то рельгалии, на него много людей подписано, я ему слепо доверяю, вот здесь вот это вот все, оно будет пересматриваться, вот про такое доверие, про такое, такую веру я говорю, опять-таки, то, что вот прям придет к вам вот это вот, знаете, вот этот вот инсайт, он будет неприятный, да, когда вот все, что я делаю, то, во что я верила, это была иллюзия, знаете, ощущение того, что вот вы находитесь в какой-то лаборатории, и вам не сказали, что над вами проводят какой-то эксперимент, да, и вы верили, что вы что-то делаете, да, там, я не знаю, как-то работаете, живете, любите, может быть, создаете семью, в какой-то момент открывается дверь, проходит врач в белой, боже мой, в белом халате и говорит, стоп-кадр, эксперимент закончен, и вы такая в шоке, какой эксперимент, а вот мы проводили вот такой эксперимент на вами, и у вас вот это, знаете, внутренняя обида за себя о том, что почему меня не предупредили, то есть, а где я, то есть, со мной никто не считается, то есть, на меня никто не обращает, вот это вот очень глубокие какие-то вот такие вот чувства будут появляться на основе нашего эго, да, то есть, эго считаешь, что с ними считается, потому что оно очень важное, очень значимое, возможно, вы здесь будете работать над своим эго, да, и будете его пересматривать, его концепции, да, для того, чтобы прийти как раз-таки к императрице, для того, чтобы прийти именно к подниманию того, что, а что есть вообще жизнь, да, как, как можно жить в удовольствии, да, такой здоровый гедонизм, когда нету каких-то смыслов, ты просто живешь, потому что тебе это нравится, ты ешь, потому что тебе это нравится, не потому что ты опираешься на какие-то там концепции правильного питания, да, либо каких-то диет, а ты делаешь, потому что ты себя слышишь, да, ты встречаешься с теми людьми, с кем тебе хочется, ты, я не знаю, мысль убежала, ты получаешь наслаждение, да, вот здесь вот как-то, знаете, вот опора больше, она идет на себя и на свой какой-то собственный опыт, да, здесь перемены, перемены вашей жизни грядут, либо уже наступили, говорящие о том, что только тогда, когда ты начинаешь действовать, то, что я говорила в подводке, да, второе, пи, не именно когда ты начинаешь что-то практиковать, тогда ты понимаешь, то есть не глупое, слепое, кошачье доверие кому-то, как маленький котенок, а то, что когда ты сам об этом подумал, перепроверил на своей жизни, усомнился в каких-то убеждениях, в каких-то программах, возможно, и пошел своим путем, так как к тебе велит твоя душа, а не то, как идут все массы, то есть вот здесь вот начинаешь действовать, приходят идеи, а давай я их попробую, то есть здесь вот уже должно появляться действие, потому что на уровне интеллекта, да, там все прекрасно, но этот интеллект привел вас именно к заблуждениям, когда вы что-то придумывали себе, какие-то истории, сами в них верили, где-то что-то додумывали, дорисовывали, а теперь вам говорят, нет, так, эта концепция уже не работает, это иллюзия, да, только-только в теле, да, пока не возьмешь нож, не порежь, ты не поймешь, ну то есть вот именно принцип, как маленький ребенок, да, все на себе, все на себе, да, и так вот как раз-таки, если подытожить и сказать одним словом, здесь идет ломка вашего эго, да, то есть здесь вы, во-первых, поймете, что такое эго, как оно работает, да, внутри вас, и вот здесь вот очень много такого наносного важности какой-то, да, именно себя, вы, ну, здесь сорвутся очень много масок, и от этого вот вам больно, то есть не больно вашей душе, не больно вашему эго, который разрушает, то есть вот здесь вот, вот такую историю нам поведала ваша душа, но это работа не одного года, да, либо вы уже давно в ней находитесь, либо вы сейчас только вступаете, а многие могут и выходить уже из этого, то есть под конец уже находятся, здесь разные просто этапы, так, позиция номер два, зелененький камушек, что нам расскажет ваша душа, какую историю она поведает нам о себе сегодня, что здесь двоечки хочет сказать нам ваша душа, ваша душа, двоек всегда душа поет о любви, то есть, ну, вот, туз кубков, а ни о чем другом она не может петь, да, здесь мы поем о любви, здесь мы поем, ну, и Паша, Паша кубков, конечно же, здесь мы поем о любви, мы поем о любви к себе, о неком таком, неком таком вдохновении, да, о том, что либо давно уже не было вот этого вот полета души, да, вот этой вот, здесь душа переполнена, я могу сказать, да, не просто наполнена, а именно переполнена эмоциями, переполнена состояниями, когда хочется с этим делиться, о чем здесь... Здесь любовь, что касается любви, знаете, идет какое-то разрушение, то есть, любовь столкнулась с нашим эго, любовь столкнулась с каким-то нашим обманом, да, тебя обманывали, что-то вы себе сами говорили, ну, вот опять... Знаете, вот нравилось, хотела ваша душа вот этой вот какой-то наивности, детскости, радости хотела, да, счастья хотела, но столкнулась с тем, что, вот, хочется сказать, напоролась, напоролась-то либо на какую-то ситуацию, либо на какого-то человека, когда не смогли договориться, да, и здесь все завершилось, здесь все завершилось. Здесь, скорее всего, речь идет о любви к мужчине, потому что у нас выпадает король жезлов. Здесь, знаете, здесь напоролись на то, что, возможно, были какие-то отношения, которые пришли к завершению из-за того, что не было какой-то, вот, знаете, общности с этим человеком, то есть вы хотели легкости, вы хотели радости, вы хотели каких-то вот чувств, да, эмоций, переживаний, но при этом хотели, чтобы это все было легко, да, чтобы вас понимали и вы понимали человека, но здесь столкнулись именно с какими-то такими хитростями, может быть, недоговоренности, может быть, вот здесь общения не хватало, да, здесь вот было все как-то вот достаточно поверхностно, не было такой, знаете, вот глубины, не было той душевности, той теплоты душевной, которой хотелось бы вам. Здесь история, мне кажется, она рассказывает о какой-то любовной истории. Скорее всего, эта история была в прошлом. Да, когда вы не нашли ответы на свои вопросы, и вам пришлось расстаться, я не знаю, кто ушел, вы, либо ваш партнер, не суть, но вы не смогли выстроить эти стабильные отношения так, как вам хотелось бы, потому что вы не получили ответ о своем статусе, то есть будет ли здесь союз, а такое, знаете, если даже это не брак, то хотя бы долгосрочный, но действительно настоящий союз, не то чтобы встретились просто для интима, а именно, вот знаете, душевной близости не хватило. Что здесь с мужчиной? Вот мне хочется спросить. Здесь мужчина был королем кубков, да, человек, который проявлял вот это вот именно свое мастерство, давал вам вот эту вот иллюзию, знаете, и ощущение того, что вот больно вам, потому что, ну, сейчас такая дикая боль, больно вам в сердце, почему? Потому что вам до сих пор кажется, что этот человек, он как-то вам подходит, что вот есть вот это ощущение, что это ваш человек, но при этом вот такое ощущение опять, что внешний мир как будто бы все против, да, и даже этот партнер как будто бы против ваших отношений, но вот внутри себя вы как будто бы знаете, что этот человек, он мой, пускай он ведет себя неправильно, пускай все идет как будто бы против, но вот ваша внутренняя душа настолько любит этого человека по-настоящему, что вот какие-то манипуляции, то есть головой вы можете осознавать, что этот человек проворачивал какие-то манипуляции, да, может быть, использовал вас, но вот все, что идет от ума, от логики, оно перекрывается, вот прям как будто бы заливается вашей любовью, да, вот здесь вот ощущение того, что когда сосуд переполненный, он начинает выливаться, и вот это вот то, что вот выливается из вас ощущение, что вот именно с этим человеком я могла почувствовать эту любовь, и отсюда вот ощущение даже не то, что связь с этим человеком, я не вижу здесь какую-то вот душевную связь с этим человеком, а насколько именно рядом с ним вы могли, ну вот напомниться, да, вы могли быть другим, другим человеком, здесь такие состояния, не то, чтобы иллюзии, нет, а здесь вы ощущали вот этот источник, да, который фонтанирует внутри вас, вы сами, может быть, и не понимали, как такое может быть, что рядом с ним, с этим человеком вы ощущаете себя, ну вот прям, знаете, вот как будто бы действительно под влиянием, вы как-то, я не знаю, вот встретили вместе с этим человеком, когда вы рядом, вы преображаетесь, да, просто, знаете, здесь еще преображение, оно идет столько радости, столько счастья, столько смеха, и стоит только расстаться, ну, то есть, допустим, вечером, да, закончилось ваше свидание, и оно как будто бы, здесь какие-то вот чары абсолютно непонятные вам, абсолютно неизвестные, и вот когда произошло это расставание, здесь произошло расставание с этим человеком, вам было сложно, потому что даже если вы не вместе, вот это вот ощущение, вот это фонтанирует, оно не прекращается, да, оно, оно постоянно, то есть, как это, знаете, какой-то тублер, вот только вы говорите об этом человеке, либо думаете, оп, и у вас сразу состояние идет, как-то вот уже на автомате. Вы очень хотели семьи, вы очень хотели, знаете, вот наполниться даже эмоционально, и вот с этим человеком вы наполнялись, но сейчас вы уже готовы пойти в новое, да, здесь вам душа говорит о новых отношениях, вы готовы любить заново, вы готовы как-то, знаете, шаг за шагом идти к своей цели, вы уже никуда не торопитесь даже, здесь очень много кубков, да, вот прям вот эта вот правая сторона будущего, много кубков, и левая, вот здесь вот, очень много мужского влияния на вас, вы готовы идти к своему исцелению от этого расставания здесь, да, вы готовы выстраивать, выстраивать уже что-то новое, и при этом у вас есть четкое уже понимание того, что вы прошли, вы прошли тот кризис, да, когда не было, вот здесь ощущение, да, вот не оставляет меня, что вот этот человек, как будто бы вы не ногами ходили, да, как будто бы вот вы не на земле были с ним, когда рядом вы были с этим человеком, ощущение того, что вот вас как будто бы выбрасывало в этот астрал, и вы вместе летали и парили, да, а потом вам пришлось как-то неожиданно ножками наступить на землю, и вот это вот послевкусие полета, свободы, оно вас не оставляет, да, то есть вы полностью сфокусированы, то есть сейчас вы хоть и ходите по земле, заземлились, и вы уже смотрите на реальность такую, какая она есть, и человека, может быть, вы оставили уже в своем прошлом, но здесь душа говорит, что вот это вот послевкусие полета, оно вас манит, вы снова хотите этого, вы снова здесь, и вот здесь вот знаете, такое, знаете, как будто предостережение, хочется вам сказать, что вот в этом состоянии вы не сможете увидеть другого нового своего персонажа, да, человека в жизни для отношений, почему? Потому что вы как будто бы окутаны какой-то пеленой, да, какими-то иными вибрациями, и вы не то, что партнер новый, который придет в вашу жизнь, он будет не замечен, а просто дело в том, что вот вы настолько погрузились в эти состояния, да, вот этого полета, который вы хотите, и ваш весь фокус внимания сейчас внутри вас, что вот вы не видите, да, у вас глаза не смотрят вовне, они как-то смотрят внутрь вас, внутрь вас. Желание, желание получить вот этих новых отношений, да, хочется уже чего-то нового, хочется любви, здесь ощущение того, что вот вы не можете без любви, вы не можете без чувствования, это ваша природа, и хочется пребывать как можно чаще, и вопрос даже не в том, с кем, кто будет вашим партнером, сколько, главное, чтобы вам было так хорошо, главное, чтобы этот полет не прекращался, да, show us going on, то есть, да, да, вот здесь вот опять вот семья, понимаете, вы уже хотите десятка сфер, вы хотите вкладываться уже, да, вкладываться именно во что-то, что будет, то есть уже не те легкие отношения, да, ради интима и каких-то всплеска эмоций, да, гормон, а уже хочется что-то такого стабильного, постоянного, уже что-то хочется теплого, здесь ощущение того, что вот ваша любовь, она как будто бы преобразилась, да, она приобрела более какое-то вот заземленное состояние, ощущение, стало как-то вот более материальной, плотной, что ли, и хочется уже, если и разделять какие-то свои чувства, только с человеком в семье, да, с человеком, который будет стабильное, настоящее отношение, не потому что вы боитесь, что вас бросят, снова оставят, или нет, не про это, но потому что хочется вкладываться уже и иметь какой-то результат, то есть не сливать, а именно вкладываться, уже не хочется носить вот эти вот маски, как-то, знаете, здесь идет ощущение некой такой грусти, что вот все в парах, а я нет, а мне хочется, я уже готова, у меня есть уже вот это состояние с кем-то разделиться, я уже исцелилась, да, я уже готова, я уже зрелый, где это, где вот тот человек, с кем я могу разделять свое счастье, разделить свое счастье, не закрывать свои потребности, вы уже сами закрыли свои потребности, вы уже исцелили сами себя, вам просто хочется с кем-то поделиться, не пользоваться, не брать, нет, вы продавать, здесь вот идет продавать, ну где это, и вот внешне вы надеваете эту маску, что у меня все хорошо, а внутри-то есть эта потребность, потребность отдавать, опять королева кубков на повторе, фене из кубков, говорит о том, что вы готовы любить, вы готовы делиться, здесь уже есть готовность, что же душа хочет сказать здесь про это, великие арканы пошли, движение, движение, знаете, здесь карты говорят о том, что не заполняйте, вы сейчас находитесь в таком прекрасном состоянии, не хватайтесь за первого попавшегося партнера, который будет появляться у вас на пути, не бойтесь двигаться к своей цели, то есть вот к той цели, именно построение семьи, либо каких-то стабильных отношений, не уходите в сторону, не бойтесь, вот вы не должны, здесь возможно будут уроки какие-то, проверки, когда вас будут ранить, для того, чтобы забрать вот эту вот вашу энергию, любви, вызывать вас на какие-то эмоции, провоцировать, вам говорят здесь, нет, то есть ваше эго будет проверяться, ему будет страшно, что нет, нету партнера уже долго, и почему, и когда, и как, то есть вам нужно будет здесь пройти поверки, и будут предлагаться вам партнеры, вы будете понимать, что они не ваши, но страх того, что вдруг, вдруг я останусь одна, уже лучше этого, чем кого-либо, не делайте этого, не заполняйте свои дырки, кем попало, да, будет человек, вот выпадает дракон мечей, да, как аналог короля мечей, будет человек в вашей жизни, такой человек мечевой, очень логичный, очень такой структурный, достаточно ответственный человек будет, но вам нужно будет пройти проверку, да, когда у вас будет обнуление, да, у вас еще будет полное обнуление, одни великие арканы, да, у вас будут проверки, у вас будут проверки, и вы должны пройти, прежде чем вам дадут этого человека, да, главное, чтобы вы понимали, что будет в вашей жизни, то, чего вы хотите, главное, не соглашаться на что-то меньшее, а именно брать то, что ваше, не берите больше, чем вы можете унести, не берите больше из-за страха, не берите больше из-за того, что, а вдруг, а вдруг больше не будет, да, а вдруг, ну, вот это вот последний мой шанс, нет, просто двигайтесь к своей цели, да, здесь ощущение того, что вот вы обрели как-то свою душу, вы нашли вот это вот состояние, коннект, и вот прям душа просит, молит, то есть сейчас вот у нас все хорошо, давай мы не будем разрушать себя, да, то есть у нас ощущение того, что вот уже вы дошли до предела, когда-то, когда это будет, уже хочется все порвать, бросить, уже вот что попало, надоело мне уже, да, хочется скатиться, как говорится, вниз, с этих вибраций, но вам говорят, еще нет, еще нет, еще не время, здесь вопрос не про то, чтобы потерпеть, а здесь вопрос в том, что проверка идет, насколько вы понимаете свою ценность, да, насколько вы не расплескиваете то, что вам так дорого, то, что для вас так важно, вот это вот ваша любовь, ваши чувства, то, как вы можете делиться, давайте тем, кому нужно, а не всем подряд, потому что у вас есть эта потребность в любви, придет тот человек, которому нужна будет ваша любовь, и он ее оценит, сейчас пока еще этого человека нету рядом с вами, но он будет, именно тот, который оценит вашу любовь, поэтому не разбрасывайте ее, здесь вас через любовь учит, да, я уже неоднократно говорю двойкам, то, что забирают, 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 для того, чтобы вы понимаете, не то, чтобы любовь ценили, а вы для того, чтобы научились ценить себя, да, вот когда вы поймете, насколько вы, как человек важный, у вас поменяется отношение к себе, вы вырастете, вы будете звучать иначе, вибрировать иначе, и вот на это иначе, вам придет человек, а вы пока еще не доросли, и поэтому есть человек, который будет с вами, но надо дорасти, надо как это, изменить свои вибрации, ну, то есть вы еще немножко низко звучите, да, то есть вы еще как будто бы полностью не понимаете свои ценности, насколько вы внутри прекрасны, насколько у вас душа красивая, то есть вы это еще сами не осознаете, вам могут говорить другие об этом, но вы, ну, вот еще нет осознания, да, четкого понимания, и иногда поэтому вы относитесь к себе достаточно жестко, может быть иногда жестоко, и вы сами себя обесцениваете, то есть поэтому, да, вы еще полностью не окрепли, как говорится, поэтому вам, вам еще, ну, рано в полет, здесь еще вот это вот понимание ценности, да, еще нет, то есть вот, как-то знаете, здесь еще вот это вот утрата, да, чего-то прошлого, оно еще имеет какой-то отголосок на вас, да, да, отголосок, вот те отношения, которые были, они у вас еще имеют отголосок, что вам надо как-то проработать, жезлов, вот знаете, какую-то свою двойственность, да, вот здесь вот суета, не надо суетиться, придет, вот как только, знаете, здесь речь о том, что, вот как только вы эту идею отпустите, о том, что вы хотите иметь партнера для любви, знаете, здесь вот идет информация о том, как вообще реализуются вещи в вашей жизни, вот если вы обратите внимание, да, когда вы о чем-то подумали, быстро эту идею отпустили, то есть вы как будто бы дали сигнал вселенной о том, что все, это может реализовываться, а пока вы думаете, обдумываете, вы как будто бы находитесь в стадии планирования, и вселенная ждет, когда вы отпустите, ну то есть, ну передадите ей вот этот вот процесс, да, материализации, ну и она ждет, пока, а сейчас вы как будто бы находитесь еще вот в стадии планирования, потому что вы думаете об этом, да, вы туда вкладываетесь энергию, Как будто бы вы еще говорите, я нахожусь в процессе разработки. То есть то, что я хочу, оно еще не завершено. Здесь вот поэтому вам говорят, отпусти, уже заверши этот процесс. И передай в наши руки. И мы материализуем, ну то есть отпусти. Здесь вопрос, что вот вы еще держитесь. Я не про старые отношения, а про то, что вы хотите новое. И вот вы туда энергию отправляете. Ну то есть как будто бы одержимы, да, тем, что вот вы хотите любви. Здесь вопрос одержимости. Даже само слово говорит, о, держимость, то есть держитесь. Вам говорят, отпусти это, да, то есть не суетись. Иногда ваши сомнения, то есть вы сегодня решили, приняли решение, что вы готовы, а завтра вы проснулись, и у вас появились, прошу прощения, сомнения. И это тоже, ну, будоражит пространство и не дает ему реализовать то, что вы хотите. На. Ладно. Вот такая вот у нас была вторая история. И зелененький камешек. Мы с вами переходим к позиции номер три, к голубенькому камешку. Посмотрим, что нам здесь скажут. Расскажут, рассказ вашей души, какую историю она поведает нам о себе. Если честно, я как-то предполагала, что расклад будет иначе, но всегда не важно, что я предполагаю. Мне казалось, он будет более такой, знаете, похожий на разговор с душой, но здесь вот душа просто говорит конкретная история каждой позиции, которая важна. Так, для троечек какая история, какую историю она повествует нам о себе? История, история о переменах, история о принятии решения, о дальнейшем движении. Здесь, знаете, такое ощущение, что история вашей души говорит о каком-то пути, когда вы наметили себе точку Б, к чему вы хотите прийти. Знаете, как будто бы вы нарисовали путь своего героя, своей героини о том, как она приходит именно к императрице, к архетипу человека, который наслаждается, радуется жизни. Здесь вот прям такой, знаете, вот именно на уровне головы вы приняли решение, что вот теперь я буду другим человеком. Теперь я как будто бы все изменю в своей жизни, и я стану другой. Какой другой? Вот как будто бы вы хотите стать стабильной, такой, знаете, вот уравновешенной, стабильной. Вы стали как будто бы больше активничать, больше проявлять себя. Вы уже ограждаетесь вот от всех вот этих, знаете, состояний бездействия. Вы уже как будто бы себя вытаскиваете из болота, как только у вас появляются какие-то мысли. Вы действительно здесь приняли решение о том, чтобы стать другим человеком. Уже не впадать в эти депрессии, уже не впадать в какие-то грустные мысли, не впадать в какое-то бездействие и размышления. Здесь действительно было принято решение идти другим путем, да. Знаете, больше вот как-то вот в радость, в позитив, в какую-то вот больше ответственность, взрослость. Как будто бы уходите от детскости, от легкости какого-то такого, знаете, в контексте. Ну, нет у меня сегодня настроения, я это делать не буду. Нет, вы как будто бы четко понимаете. Не то, что вы идете в противоположность, да. То есть здесь была легкость, я иду в какую-то серьезность. Нет, а вы идете в то, что я хочу себя состворить, я хочу себя создать. У вас есть четкий образ того, какой вы хотите, либо каким вы хотите стать человеком. И вы начинаете работать над этим, но работаете не в труд как-то. Не то, что вам здесь тяжело, нет. А вы действительно ощущение того, что вы создаете себя через принятие какого-то, знаете, вот выбора, что ли. То есть каждый раз, когда что-то делаете, да, вы выбираете. То есть каждый ваш шаг, он проходит через какой-то выбор. Например, вы отследили, что у вас есть мысли какие-то не очень приятные, да, негативные, может быть. Вы их отслеживаете, сразу останавливаете, говорит, нет, это приведет, вот, я не знаю, к плохому настроению, нет. Я не пускаю эти мысли уже, я их оп и сразу поменяю. То есть вот здесь вот действительно как будто бы, вот, хочу сказать, творцы своей реальности. Это как будто бы выбрали новые взгляды, новое какое-то свое мировоззрение о том, как вы взаимодействуете именно с людьми. Вот здесь вот вопрос как-то, знаете, доверия, вопрос постоянства, стабильности. Там финансовые вопросы тоже здесь проходят. То есть тройки у меня всегда такие приземленные люди. Вот, то есть финансы, они для вас важны. И здесь душа ваша говорит, что да, вот прям здесь была императрица, а здесь девятка Пендакли. Знаете, человек, который протно стоит на своих ногах, то есть четко знает, как идти, как идти, к чему двигаться, да. Пускай даже у вас и нету, ну вот, какого-то плана, да, но вы идете интуитивно, в гармонии с собой, да. То есть здесь ощущение того, что вы научились находить баланс между, не то что вот духовным и материальным, а здесь, понимаете, вот какой-то вот новый путь, здесь новые энергии у вас идут. Они не, как бы так сказать, они не качелеобразные, не то что вот у вас было что-то одно, а потом вы пошли в противоположное. Нет, а вы пошли третьим путем. Вот каким-то своим третьим путем, в гармонии с собой. В гармонии с собой. Как-то вот, знаете, вот по справедливости, да, все взвешивая, и просто здесь у меня ощущение того, что вы очень, допустим, раньше часто не двигались, что-то вас останавливало. А здесь не то, что у вас появилось желание двигаться, а потом оно через какое-то время выгорит. Нет, а здесь вы как будто бы научились двигаться. То есть не то, что вот я сижу, потом встала и пошла. Нет, а вы как будто бы научились понимать, понимать, вот что есть движение, насколько оно важно. Вот здесь вот вопрос действия, да, у меня постоянно проходит. Вот какая-то энергия действия. То есть мы начали больше активничать, вы начали вот через как-то больше сиять, больше проявлять себя, больше заявлять о себе вселенной, говорить о себе. Вот здесь вот как будто бы рождение чего-то нового, больше как-то удовольствие, да, стало. То есть у вас как будто бы, знаете, появились какие-то силы, энергии на то, чтобы закрутить колесо баланса именно вот в нужную вам сторону, да, как будто бы вот появились силы преодолеть, преодолеть себя, да, как-то вот, преодолеть свои страхи, преодолеть здесь ощущение того, что я помню в одном из комментариев кто-то мне писал про троечек, у меня очень много троечек, кстати, на канале. Ну, по крайней мере, те, кто пишет обратную связь. Вот кто-то сказал о том, что я принимаю свою тень. И вот здесь вот через как раз-таки принятие своих теневых аспектов, вот это вот высвободило в вас новые какие-то силы и желание двигаться. То есть, да, я принимаю, допустим, что есть у меня такая тень, как лень, да, но я не борюсь с ней, а понимаю, что да, окей, мне неохота, но я попробую это сделать. То есть как-то вот начали управлять, что ли, вот этими вот своими негативными аспектами, да, как-то укоротили те свои страхи, которые были давно-давно шли. О том, как вам дальше дверь, то есть здесь к вам пришло какое-то, знаете, как будто бы откровение и понимание, как вы можете прийти к тому, чего вы хотите. Вот здесь вот какое-то вот новое откровение вам пришло, именно через проработку своих теневых аспектов, через проработку страхов. А может быть здесь даже кто-то понял, что значит женская энергия, да. Не то, что говорят в теории, транслируют, мягкость и так далее, нет, а вы на себе это прочувствовали, вот это именно силу женской энергии. Да, и вы как-то, знаете, набрались терпения, вот вы стали как-то более терпеливы. Знаете, вот положили, как-то посеяли семена, не то, что вы ждете, а вы просто не мешаете тому, что происходит. Продолжайте действовать так, как вы действовали, но вот как-то вот по-новому, понимаете. Вот я говорю, здесь пришло какое-то ваше, здесь было озарение, да, пришло понимание, именно понимание вот этой вот, как будто правду вы какую-то для себя открыли, она была неприятная, вам было очень больно, да, но вот именно вы ее хотели, вы хотели. Знаете, вот такое вот ощущение, вот когда человек, допустим, ходит к тарологу, к астрологу, да, к таронумерологу, и говорит, вот расскажи мне обо мне, и вам мастер рассказывает о вас, и вы узнаете, ну, не всегда приятные вещи, да, то есть есть приятные, а есть неприятные, которые не соответствуют нашим ожиданиям о себе, и это неприятно, и у вас возникает такое, знаете, чувство, что мне теперь с этой правдой-то делать, а она ведь мотивирует на какие-то движения, на какие-то перемены, и изначально это больно, да, то есть, допустим, вам говорят, вы лентяй, вы бездействуете, да, вы все там, вы любите отдыхать, вы любите какую-то легкость, не хотите, ну, вот выходить из вашего привычного, вот этого образа жизни, это неприятно, но вы как будто бы, знаете, признали это, что да, это есть во мне, и я просто попробую, да, то есть вы, вот эту правду, которую вы узнали, да, о себе, она как будто бы, вы знаете, скрыла в вас что-то такое, какие-то нарывы, да, и это было больно, это вот прям кровь шла из этих ран, но когда они залечились, вам стало легче, и вы поняли, что так лучше, и теперь надо с этим, ну, как-то надо действовать, да, вы как будто бы пересмотрели, знаете, вот ваше отношение, да, именно взаимодействие с другими людьми, то есть вам казалось, что вот здесь у вас образ был, история, вы себе придумали о себе, то, как вы видели себя, и то, как у вас видели люди, это были разные истории, и в какой-то момент у вас картинка сложилась, то есть вам показали историю других людей о вас, и в начале вам было ощущение того, что мне люди делают больно, потому что они плохие, а когда вам показали вот эту вот правду о себе, вы ее увидели, вы поняли, что, блин, если бы я была на стороне другого человека, я бы так же с собой обращалась, да, то есть не то, что другой человек враг мне, да, а это я такая, и поэтому я вызываю такую реакцию, и вот именно понимание другого человека, да, оно привело и узнавание себя о том, кем вы есть на самом деле, оно вот как-то, знаете, изменило ваш вот этот вот ракурс, вы на себя посмотрели иначе, и здесь произошло какое-то вот одновременное излечение, да, то есть извлечение в кавычках вашего врага, человека, который напротив, то есть вы ему помогли как-то, да, вот другим людям, своей позиции, не то, что вы стали агрессивными, да, а вы как-то с пониманием стали относиться к другим людям, более добрее, что ли, более человечнее, и они вам повернулись тем лицом, каким вы поворачиваетесь им, и ваш мир изменился, да, то есть к вам пришла помощь, откуда вы его не ожидали, и вот это для вас было откровением, что вы никогда бы не могли себе представить, что именно оттуда придет эта помощь, и вот это что-то очень важное внутри вас изменило, да, и вот здесь вот вы пришли как раз-таки к миру, к завершению, к завершению и десятка, да, десятка кубков, то есть, знаете, у вас как будто бы сложился пазл, причем пазл, ваши правды, ваши мурашки пошли по коже, ужас, пазл сложился таким образом, что вы увидели, как все герои данной истории, да, как каждый проигрывает свою роль, что на самом деле и вы играли какую-то роль, там, я не знаю, и другой человек играл роль плохого там, какого-то отрицательного героя, и когда вы осознали, что это лишь роль, да, что, и она выходит и уместно, только потому что вы, то есть, если этот человек проигрывает роль негодяя, вот, то негодяй над кем-то должен издеваться, да, и это была его роль только потому, что вы играли, допустим, роль какого-то такого ягненка, да, поэтому и он был волк, и как вы перестали быть ягненком, и волк был тогда неуместен, и вот понимание, вы как будто бы со стороны посмотрели на эту картинку, что вот это вот эта роль, вот это вот эта роль, другой человек вот эту роль играл, у вас все эти вот пазлы сложились, и вы посмотрели на ситуацию иначе, и вот это вот привело к озарению, знаете, вот собрание, собирание всех пазлов, и вы пришли к этому гармонии, да, вот здесь вот история заканчивается к тем, что вот из-за этого вы пришли к гармонии, это привело к вам гармонии, то есть, то, как вы взаимодействуете с миром, здесь может быть один конкретный человек, а может быть в ситуации, да, то есть, здесь какое-то, знаете, напиши мне, пожалуйста, что здесь, вот какой инсайт вы словили именно, а здесь может быть инсайт того, что вот именно какой-то такой, знаете, божественный, ну не знаю, может быть кто-то медитировал, и к нему пришло вот это вот понимание, да, единства в разнообразии, либо вы как-то вот сами к этому пришли, что ли, как внутри себя соединяя все свои тени, свет, все что угодно внутри себя, то есть, вы приняли себя, и мир вам повернулся лицом и показал это то же самое, то есть, те люди, которые были к вам настроены негативно, они стали к вам позитивно относиться, либо даже не просто позитивно, то есть, мы не идем в крайности, а как-то иначе, вот здесь вот ощущение третьего какого-то пути, да, иначе, да, опять на повторе туз мечей, говорящий о том, что вы поняли и осознали двойственность, вот двойственность мира, да, здесь причем не просто я понимаю, что есть свет и тьма, добро и зло, нет, это просто информация ни о чем, а вы как будто бы на себе это прожили, и у вас пришло вот это вот понимание, а для чего мир был создан именно таким, вот понимаете, здесь масштабность какая-то, о том, что, а для чего, то есть, ведь на самом деле любую ситуацию, да, вот здесь почему-то мне как-то идут адвокаты, которые говорят, что любой закон, если ты им владеешь, ты можешь повернуть в любое русло, то есть, можно найти в любом законе любое окошко, чтобы, избежать какого-то наказания, да, а здесь у вас понимание, что вот эти пузоны мечей, я могу и порезать, навредить, и могу вылечить, да, как хирург, и вам пришло вот это вот, какая-то вот информация свыше, потому что здесь у меня выпадает повешенный, говорящий о том, что вот была какая-то, был какой-то инсайт, может быть, кто-то во сне получил это откровение, может быть, кто-то через медитации, может быть, кто-то через астральные какие-то свои путешествия, но однозначно каким-то образом со связи, связи с высшим, я не знаю, может быть, через молитвы, да, ну, то, что делает, но суть заключается в том, что к вам пришло вот это вот откровение, понимание того, как создан мир, именно двойственности, для чего вот именно создан таким образом, о том, что здесь может быть кто-то даже изучал психологию, понимание того, как работает наш мозг, да, что когда мы становимся одержимыми чем-то, да, то вот эта вот одержимость, она управляет нами, то есть здесь кто-то, может быть, поработал с какими-то зависимостями, и понял, что, а кто на самом деле, то есть нам кажется, что мы как-то можем управлять своими зависимостями, а на самом деле немножко иная история, то есть мозг создает это, да, и очень сложно бороться с этим, вот здесь какая-то вот, какое-то понимание двойственности, да, кто кем управляет, мы мозгом, либо мозг нами, и вот здесь вот вы точно для себя определили какое-то вот состояние, да, для вас, которым вы будете дальше действовать, и крутить вот эту вот воронку судьбы, то есть вы наметили для себя какую-то цель, вот мы говорили, да, стать императрицей через любовь, но уже здесь любовь, вот она какая-то вот иная, вот вам пришло иное понимание любви, да, понимаете, здесь какое-то вот достаточно возвышенное, я не говорю о безусловной любви, я говорю о каком-то другом ее проявлении, не вас, вот к вам пришло это понимание того, что то, что вы запустили, оно работает, вот здесь вот еще раз говорю о том, что пришло вот это вот понимание, как вообще может быть вещи материализуются, как создаются, может быть как реализовываются желания, здесь много инсайтов может быть, у каждого они могут быть свои, но однозначно вы понимаете, кто-то может быть путь себе наметил, да, если мы говорим о магических каких-то способностях, да, здесь очередной раз карты говорят троечкам о том, что оставляем теорию, переходим к практике, вот здесь вот наверняка вы уже перешли к этой практике, да, вы перешли к этой практике, и вы уже начинаете творить, вот здесь, знаете, вот магом я завершу, почему, потому что в эпическом Таро маг здесь говорит о том, что оставляем все свои животные инстинкты, понимание, да, нашего эго, и идем творить реальность, исходя из понимания, что есть иллюзия, и что есть реальность, то есть вот здесь вот вам, я же говорю, какая-то двойственная история, к вам пришло, вот, может быть читали что-то, да, и пришло вот это вот понимание, как устроен мир, но не в контексте того, что вот это плохо, это хорошо, еще раз скажу, здесь какая-то такая энергия, она очень оригинальная, она многогранная, да, то есть вот как понимание, как бы так сказать, когда ты понимаешь процесс, ты сферично на него смотришь, и ты можешь им управлять, вот здесь вот как-то так, то есть вы укоротили, да, я уже сказала по луне там, своих страхов, свои какие-то инстинкты, не в контексте, что вы их поборолись, а вы с ними, а вы поняли, для чего они у вас есть, да, что хорошего, допустим, они могут вам дать, то есть вы какую-то пользу для себя определили, и вот с этими новыми пониманиями вы начинаете взаимодействовать и идете по-новому, вы никого не убивали, там какого-то зверя в себе, да, вы не убивали эти страхи, а вы осознали, что они хорошего вам дают, понимаете, вот эта темнота, которая есть в вас, как теневой аспект, вы не можете от него избавиться в мире дуальности, у каждого у нас есть своя тень, только когда не будет света, не будет и тьмы, и избежать этого нереально, но понять, да, когда тень самая длинная, да, либо короткая, и как можно с ней взаимодействовать, вот здесь вот это уже какое-то волшебство, какое-то творение, и вы получили для себя это откровение, здесь вот такую историю мне повествовала душа, так, странный был расклад на самом деле, еще раз скажу, я не это ожидала, но я уже скорее всего привыкаю к тому, что одно в себе в голове планирую, и другое абсолютно выходит, но это была часть 1, в части 2 мы будем более как-то рационально смотреть, по крайней мере я так планирую, да, наши какие-то сценарии, но фиг его знает, может быть там будет разговор по душам, то есть вот такие моменты, сложно как-то предсказать, предугадать, что будет, вот такая информация у нас была сегодня, троечки, я заранее вас благодарю за комментарии, о том, что я подстрелилась, я знаю, что многие будут говорить, о том, что мне идет, я уже это слышу, вот, благодарю, благодарю заранее, прощаюсь с вами, до новых раскладов, напоминаю, что на этой неделе, в пятницу у нас будет пятничная акция, вы можете оставить заявку, написав мне на почту, после того, как вы посмотрите правила участия в пятничной акции, то есть в описании к этому видео, вы можете посмотреть, какие ссылки вообще есть, да, в том числе для новичков, я говорю о том, что есть документ, ссылка на документ в описании к этому видео, которое называется, мои расклады, то есть вы туда перейдете, посмотрите, какие расклады вообще у меня есть на канале, потому что очень часто, когда новенькие, обращаю внимание, новенькие, потому что те, кто со мной давно, уже знают об этом, просят, сделайте, пожалуйста, вот такой расклад, и я его уже делала, да, поэтому сначала просматриваем, либо заходите в плейлисты, если не хотите войти в документ, и посмотрите в разных плейлистах, какие есть ролики, многие я уже делала, я не повторяюсь, не знаю, просто так получилось, вот, нет у меня повторных тем в раскладах, но очень много раскладов есть на, ну, достаточные темы, которые могут вас заинтересовать, я уверена, что вы не все расклады посмотрели, я с вами сейчас прощаюсь, до среды, всем пока-пока.